Отсюда свое начало берет зимник на Ринмарусинск. Пока здесь ничего нет, но совсем скоро появится шлагбаум и дорожно-ремонтный пункт. Кстати, в этом году он будет отличаться от того, что работал в предыдущем сезоне. Здесь не будет столовой и не будет бани. Зато круглосуточное дежурство будут нести дорожные работники. Кроме того, здесь установят камеру видеофиксации, которая будет отслеживать, сколько автомобилей продвигается по зимнику за сутки. Строительство зимника на Ринмарусинск началось две недели назад. За это время удалось выполнить 50% запланированных работ. Это проминание снежного полотна, проливка дороги и вешкование. Температура сказывается на сооружении снежно-ледовых дамб, переходы. Чем холоднее, тем быстрее нам моем. А количество снега? Снега предостаточно. Зимнюю автодорогу строят две компании. 55 километров со стороны на Ринмара строят универсал, оставшиеся 15 километров у Синской ДРСО. Кстати, в текущем году зимник будет короче, всего 71 километр. В прошлом сезоне его протяженность составляла 86 километров. Водовозки совершают до 40 выездов на зимник. Водой машины заправляются на втором ДРП. Это 20 километр временной автодороги. Одна машина в сторону на Ринмара катается, а остальные – это в сторону Усинска. Вот эти 8-кубовики. Есть 10-кубовик и 7-кубовики. Они все разные. Вот прищепки они 8-кубовики. Ну вот так. Всего на строительстве зимника задействовано 4 водовозки, 6 бульдозеров, погрузчикам Кадуры, снегоходная техника и триколы. Ну по ширине пока мы видим, что ширина недостаточно. Ну это и ясно почему. Потому что люди вначале пробиваются, отвешковывают. Ну а потом делают проезд для своего технологического транспорта, чтобы в дальнейшем его расширить и уже привести в вид эксплуатации. Для устройства зимника ширины я считаю достаточно, потому что не идет такого интенсивного движения, а только технологический транспорт движется. И на данном этапе, как мы видим, работают бульдозера, которые в первоначальном этапе очень для строительства необходимы. В этом году на зимнике будут работать три дорожно-ремонтных пункта, два из которых с местами для обогрева и питания передвигающихся по временной автодороге. Еще один ДРП технически появится на 58-м километре отсыпки. Это значит то, что будет содержание дороги более качественное. Там именно тот участок, где большая снегозаносимость, постоянно будет дежурить техника, как бульдозер, так и шнекоротор. Планируем, по крайней мере. Это для также быстрого реагирования на занесенные участки, чтобы быстро ликвидировать занесенные участки. Строители обещают завершить обустройство зимника 24 декабря. Затем оценка выполненных работ. Специальная комиссия проверит прочность дорожного полотна, снеголедовые дамбы через протоки Шапкино, Лао и Лаевош, а также обстановку дороги, в частности, наличие дорожных знаков, после чего движение по дороге на Ренмарусинск будет открыто.